Гунтис Беррелис. Принципы критики. Читает Евгений Бразово-Пружковский. Эпиграф. Господа критики и историки литературы, давайте признаемся теперь, когда не стыдно признаться в чем бы то ни было, признаемся просто и искренне, что мы не понимаем литературы, так же как физик и химик ничего не понимает в природе, хотя прекрасно знает ее законы. Главное – не лгать и не обманывать, а ведь и лжи было много. Сказать одну из возможных правд хуже, чем не сказать никакой. Будем твердить читателю, что он ничего не понимает и не может понять, и что не надо понимать. В этом наша миссия, если мы хотим говорить правду. Борис Эйхенбаум. Допустим, что критика должна быть правдивой, объективной, критичной. Допустим, что критика оценивает и даже, быть может, объясняет литературный текст, моделирует литературный процесс, раскрывает авторскую позицию, и ищет основные мысли, идеи произведения, причины его появления и т.д. Во всяком случае, в этом обычно и состоят главные требования, предъявляемые критике. Если критика и впрямь стремится удовлетворять этим требованиям, она очень часто пытается это делать, то надо признать, что она не имеет никаких прав на существование. Критика – жестокое, аморальное и скучное занятие. Упрощая текст, моделирование всегда связано с упрощением. Она несколько произведений приводит к общему знаменателю и, наклеивая этикетки, включает эти словесные схемы в существующие идеологические структуры, между делом успевая еще рассуждать о литературных достоинствах текста. Любое произведение искусства подвергается деформации, образуется удововоримый эрзац, который не имеет ни малейшего отношения к первоначальному тексту. В сущности, критика не признает литературы как таковой, она неизменно стремится уничтожить в литературе жизнь. Более того, в критическом тексте преломляются тоталитарные наклонности его автора. Упростить текст до нескольких строго регламентаций ориентированных фраз, это можно назвать и методом, написать для литературы конституцию и, имитируя демократию, сконструировать кодекс законов для текста. Разумеется, это в высшей степени бессмысленное занятие, потому что ни один закон не может подвигнуть на создание художественного произведения. Возможно, и еще одна, менее радикальная интерпретация. Критик – человек, стоящий на рубеже между текстом и действительностью. Его задача в какой-то мере неблагодарна попытаться сформулировать неподдающиеся словесные формулировки в той области, где любая формула – противоестественное явление. Никогда он не сможет предельно углубиться в то или иное произведение. На это нужны годы. Никогда он не сможет полностью объять все произведения, потому что это целый мир. А потому критик – мошенник. Выступая словно бы с позиции учителя, он по правде обманывает читателя. Никакой он не учитель, а просто стервятник, который выклевывает из текста самые легкодоступные кусочки. Без сомнения, во всем вышесказанном нет ничего нового. И требования, выдвигавшиеся, выдвигающиеся до сих пор перед критикой, и обвинения в ее адрес – все это давно известные и многократно повторяемые вещи. Видно, нелегко заметить, что обвинения непосредственно вытекают из требований. А требования эти – суть не что иное, как чрезвычайно живучая иллюзия. Из этой иллюзии происходит еще одна. Будда критика состоит в подчинении у литературы. Она – комментарий, добавка, раздобавка, то есть она или нет, от этого ничего не изменится. В самом деле так оно и есть. Если принять, что критика должна быть правдивой, объективной, критичной и так далее. Литература – это феномен сознания. Правда, она принадлежит к наиболее опосредованным проявлениям работы сознания, поскольку между автором и созданным им текстом неизбежно вклиниваются языковые закономерности. С другой стороны, специфику литературы на каждом конкретном отрезке времени определяет традиция. Векам и складывающиеся схемы и штампы письма и связанные с ними принципы восприятия текста, с которыми автор вынужден считаться, этические нормы, идеологическая конъюнктура и так далее. Влияние традиции может проявиться даже в таком перевернутом, парадоксальном виде, как бунт против традиции и выработка новой манеры письма. Но и этим лишний раз подтверждается наличие традиции. Разумеется, обе эти полярные составляющие, текст, как конечный результат деятельности сознания, чистого творческого процесса и текст, как закономерно и неотвратимо возникшее звено цепи в истории литературы, было бы неверно разграничивать, как независимые и суверенные. В целостности они объединены, они разграничены диалогическими отношениями. Разделение может проявиться в виде обобщения теоретической посылки, а не в каждом конкретном случае. И все же критика, которой следовало бы озаботиться сохранением литературы как целостности, на практике прибегает к такому членению и именно в каждом конкретном случае. То есть критика не берет в расчет диалогические отношения между застывшей традицией и движущимся сознанием, лежащие в основе любого литературного текста. Склонность видеть в тексте одну лишь традицию особенно ярко проявилась в структурализме и в трудах русских формалистов, который любой литературный и нелитературный текст рассматривает как неотвратимую реализацию общих для всех текстов закономерностей или структур. Вспомним, однако, что и теоретические труды структуралистов, во всяком случае с точки зрения самого структурализма, также являются порождением все тех же вездесущих закономерностей. Тезис Ролана Барта о смерти автора приложим и к эссе «Смерть автора» и к его автору. В принципе, каждый критический текст, тем более что влияние структурализма и его предшественников на литературную мысль XX века огромно, ориентирован именно на раскрытие аспектов традиции. Ведется поиск взаимосвязей, влияний, различий, расшифровка стереотипов построения текста, выявления особенностей поэтики, но в качестве фона неизменно сохраняется незыблемая традиция или по меньшей мере контекст. В то же время литература как феномен сознания полностью остается вне критического кругозора и лишь изредка этой области коснется кто-нибудь из философов. В сущности, эти несколько своеобразные отношения критики и ее объекта можно свести к старой как мир проблеме сознания. Может ли сознание само познать себя? Другими словами, любая модель сознания одновременно является и его продуктом, и единственной полной моделью сознания может быть лишь оно само. Познавая сознание, невозможно выйти за пределы сознания. А едва будет готова очередная модель, сознание уже станет иным, изменившимся под влиянием этой модели. Аналогичные ситуации в литературе. Может ли литература своими средствами, своим языком познавать и моделировать само ее себя? Можно ли о литературном тексте сказать больше, чем он собою говорит о себе? Можно ли отступить от литературы и посмотреть на нее со стороны? Итак, перед нами два замкнутых круга. Две прямо-таки безнадежных бесконечности. Во-первых, как мы уже видели на примере со структурализмом, если принять тезис, что автор мертв, а тезис этот действительно в какой-то мере приемлем, то выяснится, что письмо лишь инструмент в руках традиции, и что любой критический текст также является порождением все той же традиции, то есть критика слишком тесно связана с литературой. Обе слишком прочно соединены, чтобы критикам смогла отойти и наблюдать, оценивать и анализировать со стороны. Более того, критика рождается внутри литературы. Критикой есть литература. А вот и второй замкнутый круг. Критика тоже представляет собой феномен сознания. Знаковую систему, созданную сознанием. Или же, как писал в 1963 году Ролан Барт, критика это слово о слове. Это вторичный язык или мета-язык. Далее, Ролан Барт делает вывод, что единственный вид отношений, могущих возникнуть между критикой и литературным текстом, это отношение между двумя языками и только. Что может сказать слово о слове? Лишь то, что слово есть слово, то есть словом можно удостоверить наличие другого слова, не больше, поскольку отношения между языками двух уровней могут быть только формальными. Сознание не видит себя, оно видит лишь факты и движения, влияющие на него. Так и литература не способна видеть себя как феномен сознания, а потому расчленение литературы неизбежно, ибо критика как язык может видеть лишь формальный или традиционный аспект литературы. Критика всегда будет односторонней, она и не может быть иной. Слово не может познать слово, слово может лишь породить слово, то есть литературный текст в гораздо большей мере является причиной критики, чем объектом. Критика вообще не способна что-либо анализировать или критиковать, она сама создает себе воображаемый объект, который, как уже говорилось, имеет лишь формальное отношение к соответствующему литературному тексту. Это универсальная закономерность культуры. Любой текст, любая языковая система функционирует как генератор других текстов, и литературных, и критико-аналитических. Текст, не способный порождать другие тексты, бессмыслен и не нужен. Смысл художественного произведения не в идеях или мыслях, любовно рассаженных в нем автором. Смысл ему придает или, может быть, раскрывает в нем только это способность генерирования других текстов. Бессмысленность великолепно доказывается тем, как лишние, воспроизводящие традицию тексты, сколько бы ни было вмонтировано в них высоких и достойных мыслей, просто-напросто исчезают где-то на задворках истории. Культура словно забывает то, что не участвовало в ее формировании, а лишь занимало место. То же самое можно полностью отнести и к критике. Совершенно неважно, правильно ли объективно критика, верна ли концепция и тому подобное. Главное способность критики обеспечить появление других текстов. Даже подробнейший и полнейший анализ какого-либо произведения прежде всего будет другим текстом, другим миром, и чем более тщательным эпидантичным будет анализ, тем более отдалиться критический текст от своей первопричины, обращаясь к раскрытию традиций или творческого метода и одновременно создавая сам себя. Об этом говорил уже Гёте. На вопрос, что он хотел сказать Фаустам, поэт возразил, что для ответа ему пришлось бы снова повторить всю поэму. Другими словами, конспект поэзии, главная мысль, формулированием которой довольно часто занимается критика, словно не в силах поверить в свою неспособность к этому, невозможно. Главная мысль или любой другого рода анализ это уже другой текст. Почему существует литература? Разумеется, на этот вопрос можно ответить по-разному, с разных точек зрения. Однако, одним из ответов мог бы быть такой. Литература стремится описать, отразить действительность. Но поскольку это невозможно, ведь описание способно отразить лишь принципы своего возникновения, то литература непрерывно трансформирует себя в поисках той единственно верной и, конечно, вовек недостижимой методики описания, когда язык станет адекватным действительности. С этой точки зрения литература фантастически живучая иллюзия. Подобная ситуация существует и в критике. Критика стремится описывать и моделировать литературу, тратя огромные усилия на этот бессмысленный труд и, в конце концов, лишь обнаруживает принципы, выработанные для моделирования литературы, но не сами модели. Как уже говорилось, критика язык. И потому критика, как знаковая система, не может быть ни истинной, ни ложной. Точнее сказать, сам вопрос истинности критики ложен. Язык – это не искусственно созданный механизм общения. Он возник. Это живой организм. И к языку невозможно применить критерий истинности. Это примерно то же, как задать вопрос, истинен ли камень. Единственное требование, какое можно было бы предъявить критике, если это вообще необходимо, это способность текста порождать различия прочтения, никогда не исчерпываясь до дна, по словам Умберто Эко. И с этой точки зрения судить о качестве критики. Критика не отсеивания ценностей. Ценности отсеиваются и без ее помощи. Критика сама ценность. Немного парадокса отрицания. Самоотрицания в литературе всплывают с завидной регулярностью. Вспомним хотя бы манифесты футуристов и дадаистов, в которых отрицалось все их породившее. Постмодернистское уравнивание текстов ничего не изменило. Перу корифеев современной прозы Хантке и Роб Грие тоже принадлежат эссе, в которых весьма энергично отрицается реалистическая проза, на фоне которой они получили такую прекрасную возможность выделиться. Тайное, неосознанное и несформулированное отрицание встречается в любом тексте. Он уже своим существованием, своей непохожестью отрицает всю остальную литературу. Парадокс заключается в том, что отрицание, сколь бы агрессивно оно ни было, ничего не может изменить в литературе. Отрицание не менее бессмысленно, чем сама литература. Критика непрактична. Она не в силах повлиять на бывшее или существующее. На популярный вопрос интервьюеров «Как на досточтимого автора влияет критика?» большая часть писателей признается, что лишь читает ее и что в лучшем случае критика может привлечь внимание к чисто техническим огрехам. При этом следует учитывать и тот, казалось бы, очевидный факт, что критика возможна лишь после опубликования произведения. Тогда, когда ничего уже нельзя изменить. Избитый пример. Бульварная литература подвергалась гонению с незапамятных времен, и все же, несмотря на многоголосое, на редкость единодушное отрицание, производство бульварщины в наши дни достигло воистину невиданного размаха. Стало быть, критика попросту не действует так, как следовало бы. Она отказывается исполнять свой долг. Думается, это потому, что долг всего лишь иллюзия. А потому также абсурдно утверждение, будто критика оценивает и судит литературу, что критика должна быть критичной в привычном значении этого слова. Как уже говорилось, литература не ситуация, не статичное положение, а движение, диалогический процесс, противоречивость представляет собой диалог, свидетельствующий о единстве процесса. Бахтин считал, что диалогичность необходимая составная часть литературы и культуры вообще, обеспечивающая непрерывность культуры. Едва теряется диалогичность, умирает литература и культура. Очевидно, критику следовало бы считать тем фактором, посредством которого реализуется неосознанная жизнь литературы, тем языком, в котором скрытая идеологичность поднимается на уровень осознанного. Критика это маска, с помощью которой литература пытается доказать, что она лучше, действительность или хотя бы отличается от нее. Но маска она и есть маска. Она может иметь большое сходство с лицом, даже полностью воспроизводить черты и тем не менее оставаться чужой. По-видимому, в основе многих заблуждений лежит евангелический тезис о том, что вначале было слово и лишь затем последовало действие. Слово противопоставляется действию и как его причина, и как недостигнутая или недосягаемая иллюзия. Это одна из механических оппозиций, в которых коренится все западническое мышление. И все же слово это уже действие. Слово действие. Человечнейшее из всех доступных человеку действий, но возможно потому, что оно слишком человечно, слишком чуждо, утилитарному миру, слово не воспринимается как действие. Слово чересчур ориентировочно само на себя. Оно ведет себя так, будто человек создан для слова, а не наоборот. Язык не инструмент. Бытие языка проявляется через человека. Не человек находит путь в бытии языка. Так он лишь обретает опыт, вырастает до того уровня, когда язык начинает говорить через его посредства. А бытие языка находит выход через человеческое сознание. Критика – это слово, которое литература говорит себе о себе через посредства себя самой. Этого вполне достаточно. Продолжение не следует. мнимый функционализм критики – ее якобы прикладное значение – это попытка найти ей практическое оправдание. Повторю еще раз, отношения критики и литературы – это формальные связи двух знаковых систем разного уровня, в то время как смысловые связи – это маска. Критика – это прежде всего слово действие. «Может ли действие быть истинным?» – спрашивает Ролан Барт. История, надо заметить, тоже свидетельствует, что критика возникла не как механизм для оценки, очистки или описания. Первые высказывания, в которых проступают элементы критики или теории литературы, появились в античной Греции. Не как особый, строго определенный жанр, а как вкрапление в поэтических или драматургических произведениях. То есть древнейший греческий критик был поэтом, по словам Хериота. Юрий Лотман считает, что культуре присуща потребность в самоописании. Культуру не нужно, да и невозможно описать извне. Едва возникает эта потребность, культура сама находит пути к созданию текстов на мета-уровне, используя для этого в качестве инструмента человека. Точно так же и критика возникла тогда, когда появилась потребность в ней, как в одном из вариантов самоописания, и она не могла не возникнуть, так как было необходимо. Отсюда вытекает, что обвинение критики в ее якобы второсортности и ненужности, которая обычно не высказывается вслух, но всегда подразумевается. Например, не будь критики, ничего не изменилось бы. Абсолютно бессмысленно. Критиковать это значит создавать готовую модель оптимальной литературы, чтобы было с чем сравнивать рассматриваемое произведение и, исходя из его соответствия или несоответствия образцу, дать тексту оценку. Однако, эта простая сопоставительная операция означает не что иное, как механическое воспроизводство модели, с чем прекрасно мог бы справиться и компьютер. Стало быть, именно то, чего литература избегает и что прежде всего отсеивается с течением времени. Но есть здесь и исключения. Критика критикует, одновременно создавая эту модель. Рождается новый язык, мгновенно реализуясь, в действии. В том-то и дело, что критика не должна существовать как готовый метод, как автоматический прием. Она может проявляться только как сотворение метода движения. В противном случае критика действительно обессмысливается. Конечно, при всем том может сложиться несколько своеобразная ситуация, когда критический текст окажется многократно значительней, чем рассматриваемые произведения, или, иначе говоря, на глупую и пустую книгу можно написать прекрасную рецензию. Это и есть та цель, которой должна стремиться критика. Томас Терн Эллиот в статье 1923 года «Границы критики» кажется, к собственному удивлению, пришел к выводу, что критика та же творческая работа. Правда, он подчеркнул, что критика все же глядит на произведения искусства извне. В свою очередь, его поэмы, которые без комментариев вообще трудно воспринимаются, перегружены сносками, явными и неявными цитатами из мировой литературы. Поэмы словно проецируются в языке подобном литературной критике. Очевидно, Эллиот был одним из первых авторов, в чьих произведениях потребность литературы в самоописании выразилась не в виде практического, целенаправленного критического труда, а в своеобразной интеллектуальной поэзии. Литература достигла той ступени развития, когда тексты мета-уровня не нуждаются больше в иллюзии функциональности, когда размываются грани между поэзией и ее критикой. Позднее это направление выявляется еще отчетливее. Об этом наиболее ярко свидетельствует проза Борхеса. Но на эту пограничную ситуацию можно взглянуть и с другой стороны. Не принципы критики проецируются в художественной литературе, а сама критика и есть ничто иное, как художественная литература и всегда ею была. В критике реализуются те же тенденции, только видоизмененные, что наблюдаются в прозе и поэзии. любое словесное выражение несет в себе многозначность и метафоричность. Точно так же любая концепция или теория в первую очередь должна быть рассматриваема как метафора. Это признано даже в отношении теории в точных науках и представляет собой ценность как таковая. Несколько упрощая, можно сказать, что если, к примеру, сюжет романа составляет приключения или переживания, то и критический очерк, анализ, теория тоже должны иметь приключенческий сюжет, только это будут приключения мыслей. Единственный способ дать определение поэзии это дать ей поэтическое определение. В одном из интервью Борхес признался, что заметил за собой тенденцию рассматривать религиозные и философские учения в зависимости от их эстетической ценности и от того необычного и чудесного, что в них содержится. К подобному выводу пришел и Михаил Эпштейн. Цитирую. Можно сколько угодно настаивать на истинности той или иной идеи, выводить ее из традиций или фактов, возводить ее в догму или абсолют, но если она не раздвигает рамки сложившихся представлений, не приводит ум в состояние изумления, она лишена свойства живой истины. Конец цитаты. Лучший пример тому работы структуралистов. Ролан Барт, Цветон Тодоров и другие разрабатывали прекрасные, казалось бы, всеобъемлющие и непровержимые концепции, но едва концепция была готова, она отбрасывалась и вместо нее создавалась новая, порой отрицающая предыдущую. Теория может пребывать лишь в становлении. Коль скоро она закончена, ее следует выбросить. Нет истинных теорий. Одновременно могут существовать многие в равной степени истинные, или, вернее, в равной степени прекрасные теории. Теория литературы, критика, миг рождения теории – это эстетическая ценность, игра точно такая же, как и вся литература. Эхенбаум прав. С помощью критики нельзя понять литературу. Единственное, что остается, признаться читателю, что критик такой же дуралей, как и он, разве чуть более эрудированный. Пожалуй, наиболее универсальное определение критики дал в 1829 году Шарлю Гюстен Сен-Беуф. Критический ум по своей природе гибок, восприимчив, подвижен, всеобъемлющ. Далее он критику сравнивает с рекой, которая омывает литературный пейзаж, ничего в нем не разрушая и не обваливая. И еще цитирую «Критика, как я ее понимаю и какой я хотел бы видеть ее на практике, есть неустанное изобретение и неустанное созидание». Конец цитаты. Гунтис Берлис «Принципы критики» Опубликовано в литературно-художественном и общественно-политическом журнале «Даугава» номер 5 за 1992 год страницы 153-158 «Критики, и неустанное хорошо».